Сотрудник магазина, переклеивающий сроки годности на продуктах, не стареет. Аркадий, подожди. Пока мы не вышли из магазина, я хочу проверить чек. Фасоль. Здесь две банки. Багет. Уи. Солга. Да, Мариночка. Все 184 грамма этого безрассудства в телеге. Аркадий, что за осуждение? Сегодня конец месяца, и мы можем побаловать себя? Так, Аркадий, подожди. А где сахар? Мы что, не взяли сахар? Нет, он вот здесь. А почему его нет в чеке? Марина, кажется, совершилась ужасная. По-моему, я забыл выложить его на ленту, и его не пробили. Ах, Аркадий, нужно немедленно вернуться на кассу и оплатить этот сахар. Мариночка, ну, нам уже не хватит средств. Как это? Сахар был в списке, там все было четко посчитано. Да, но в списке не было ликопластыря, который я взял. Зачем, Аркадий? У тебя что, травма? Нет, просто кассир так агрессивно предлагал товары по акции, что я схватил его на испуге. Что же делать? И что нам делать? Бион воле, не профи, жаме. Марина, пожалуйста, мне так страшно, говори по-русски. Граденное добро впрок не идет. Очень красиво, Марина. Но что нам делать? Нужно немедленно пойти на кассу и оплатить этот сахар. Марина, это же будет как явка с повинной. Можно же как-то это аккуратно сформулировать. Марина, а как можно аккуратно сформулировать, что мы украли 5 килограмм сахара? Господи, нас посадят. Отправят в ссылку. В Сибирь. Аркадий, тебе нельзя в Сибирь, у тебя больные колени. Марина, никому нельзя в Сибирь. Я тебе скажу больше. Все, кто там живут, хотят оттуда вернуться. Аркадий, успокойся. Ты можешь не кричать про Сибирь на весь магазин? Да, ты права, Мариночка. Нужно как-то вести себя более непринужденно. Хорошо, я постараюсь. Да, да. О, мой дьё, какая смешная история. Марина, ну не так же непринужденно. Аркадий, ты прав. Нужно скорее решать эту проблему. Да, да. Иначе на нервной почве я начну петь, а ты чесаться. О, привет, соседы, Архимеды. Чё такие напряжённые, украли чё-то? Эй, вы чё, замерли, думаете, я вас не вижу, что ли? Мы не воры. Да успокойтесь, какие из вас воры вам в подъезде 100 рублей нашли, весь дом на уши поставили, пока до меня дошли. Ну, они же ваши. Ну, естественно. А красть надо легко и непринужденно. Опа. О, господи, ну это же бессовестно. Безнравственно. Да перестаньте, никто же не заметил. Ну, не, ну если б заметили, я б сказал, что типа в телегу не влезла там, ну, на ленту забыл выложить и оплатил. Ну, типа не, ну, типа не специально, знаете, ну это, непреднамеренно. Вот, непреднамеренно. Какое ёмкое слово. Да, слушайте, магазин не обетнеет. Ну, тоже, они сами нас дурят сколько раз. Катюхи в тот раз отбили какой-то левый лифчик. Ну ладно, она им сразу на кассе доказала, что такие маленькие не носят. В интернете видео было, видели? Да, уж как у вас всё складно. А вот скажите, пожалуйста, вот, если одни наши знакомые... Ну как, знакомые, скорее друзья. Да, да, скорее даже не друзья. Мы, вернее, мы их даже не знаем. Вообще, наши незнакомые и не друзья, вот эти люди недавно... А, вернее, давно. Да, давно, мы даже не помним, когда вот эти люди забыли выложить на ленту... Непреднамеренно. Абсолютно непреднамеренно. Забыли выложить на ленту 5 килограмм сахара. Скорее соли. Да, даже скорее стирального порошка. Да. Вот как к этому относиться? Погодите, 5 килограммов стирального порошка? Это где такой магазин невнимательный? Далеко, далеко. Там, в Марселе. Пенёк, ты чё пиво на ленту не выложил? Тихо, 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 ты чё орёшь? Чё орать-то? Все знают уже. Стояла там на кассе, рулилась из-за твоего пива. Хорошо меня по лифчику помнят там. Да чё ты, блин, сказала бы, что я на ленту забыл выложить? Да я так и сказала. Просто стыдно, что чё мы какие-то нищеброды. О, здорово. О, сахар. Это непреднамеренно. А, в общем, подожди, мы сахар забыли купить. Чё, опять в очереди стоять, что ли? Я не хотела бы. А, вот возьмите наш, нам не надо. О, Аркар. Чё, реально? Да, да. Катюха, чё думаешь? Да чё, давай. Просто как-то стрёмно в очереди тупить. Да и два скандала за неделю как-то. Ну чё тут, 500 рублей нормально? А, у нас нет сдачи 10 рублей. Это тебе за доставку. Поехали. Слушай, Катюха, а чё мы в Марсель не ездим? На хрена? Ну, за порошком стирально. Ещё я за порошком во Францию не ездил, а твоё. Аркадий, ты что, барыга? А, Марина, откуда в твоём лексиконе такие же организмы? У нас в лицее дети так трудовика называют, потому что он продаёт их табуретки. Ну, теперь понятно, почему у нас дома все табуретки разные. Аркадий, да при чём здесь табуретки? Мы теперь не просто воры, мы ещё и торгуем краденым. И мы точно в Сибирь. О, Господи, да как это всё получается-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, гражданушка. Успокойтесь, это... Чё происходит-то? Я не понимаю. Ага, а тут такая ситуация. Одни наши знакомые, они забыли купить сахар. И они его купили у нас. А у вас там такая огромная очередь. А мы в свою очередь забыли купить сахар. Вернее, забыли, а его... Господи, я так больше не могу! Это какой-то бесконечный стресс! Все, 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 успокойтесь. Да я понял все, девушка. Ну, успокойтесь, девушка. Я понял, я понял все. Деньги давайте. Да, 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 пожалуйста. Извините, извините. Не преднамеренно. Ну вот, Мариночка, видишь, все, 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 все устроилось. Мы оплатили сахар, поедем домой, побалуем себя с Омкой. У нас есть ликопластырь. Нет, Аркадий, это был какой-то кошмар. Я от испуга перепутала слова в Марсельезе. Нет, Марина, мы в продуктовом магазине, здесь никто не понял. Все было прекрасно, не переживай. Вот ваш шаг. Берите, берите. А берите, что? Берите. Я просто своей картой оплатил, там 100 рублей получилась скидка. Держите. Нет, не переживайте, так из-за сахара. Вы что, прям, из-за сахара и бомба. Аркадий, это какой-то замкнутый круг. Знаешь что, Марина, я подумал. Поедем домой на такси. Хорошо, что ты зарабатываешь. Я могу себе позволить, да. Хорошо, что ты зарабатываешь. Спасибо за субтитры Алексею Дуброву. Может, я всем сейчас rés Огón Продолжение следует...